Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите информационный выпуск программы события. В студии работает Виктория Бичурина к основным темам. Торговля – одна из основов любой экономики, а особенно современных рыночных отношений. Торговые объекты от небольших киосков до огромных супермаркетов и мегамолов позволяют каждому купить все, что угодно его душе. В белорусской торговле заняты тысячи людей, и у них есть свой собственный праздник. Сегодня нас собрал в этом уютном зале замечательный повод. Поздравление, теплые слова признательности за труд, награждение. Работники торговой сферы Сморгонщины в четверг собрались на торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работника торговли, который отмечается в последнее воскресенье июля. Ваша профессия далеко не из легких. Это может показаться с первого взгляда. Она требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и даже творчества. Но самое главное – она требует умения работать с людьми, быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными. Спасибо вам за ваш труд. Торговля в Беларуси – это многоструктурная эффективная деятельность, которая подразделяется на внутренний товарооборот и международные торговые отношения. Активное ее развитие в последние годы – показатель высокопрофессиональной работы всех, кто занят в данной сфере. Сегодня у нас торговая торговля очень разносторонняя. Надо сказать, что в основном у нас сегодня частная форма собственности торговли. У нас много очень сетевиков. К нам пришли сегодня один ритейлер, который в корнях, который сегодня присутствует только в Украинской области, у нас в Смаргонском районе. Мы целим вас. Мы, еще раз повторюсь, благодарны очень тому, что вы есть, потому что работа непростая сегодня. Покупатель очень требовательный. Очень у нас сегодня конкуренция, конечно, высокая. От качества работы тружеников торговой отрасли, нацеленности их на высокий результат, планомерно проведенной маркетинговой деятельности, зависит благополучие каждого потребителя. В любой кургода, в любой день недели, в праздник, в будни вы трудитесь. Вы осчастливите и осчастливливаете от каждого. Я не права из этого слова сказать. Я думаю, все наши покупатели района обеспечены всем необходимым. 608 торговых объектов, 54 объекта общественного питания на 3670 посадочных мест, 3 торговых центра, 4 рынка, 44 интернет-магазина складывают сегодня торговую отрасль Смаргонского района. Сельские населенные пункты, где отсутствует стационарная торговая сеть, обслуживаются 12 автомагазинами. В отрасли работает свыше 2,5 тысяч человек. Отрасль торговли – это такая сфера, результаты деятельности которой видны каждому покупателю, каждому жителю города и каждому гостю нашего города. Поэтому, наверное, будет лишним говорить о том, как мы динамично, быстро и уверенно развиваемся, чего мы достигли. Повторюсь, каждый покупатель нашел свой магазин, каждый покупатель имеет возможность каждый день оценить результаты нашего труда. Поэтому я хочу просто поблагодарить всех работников торговли. Это и уборщики, и грузчики, товароведы, логисты, экономисты, бухгалтеры, руководители торговых организаций. Все они работают на конечный результат, на то, чтобы удовлетворить потребности покупателей. Это сфера общественного питания, которая, на мой взгляд, еще более напряженная и сложная, потому что покупатель в магазине задерживается, ну, максимум, наверное, полчаса. Клиент в объекте общественного питания приходит на весь вечер или же на все свое торжество. Отдельно нужно сказать о тех работниках торговли, у которых появилась возможность перейти в разряд покупателей. Это наши опытные, мудрые работники торговли, которые всю свою трудовую деятельность отдали на благо нашей торговой отрасли района. Благодарю наших всех работников, поздравляю с праздником, желаю крепкого здоровья, терпения и, наверное, добродушных, щедрых, богатых покупателей. За время работы с коллективом мы очень изменили наш торговый объект, открывали новые секции, обновляли витрины и оборудование, большое внимание уделяли культуре обслуживания. Работники торговли должны дарить людям хорошее настроение, уверена заведующим магазином «Родный Кут» Ольга Шапель. На встрече ей вручили почетную грамоту Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. В торговле я уже 17 лет. Начинала свои первые шаги с кооперации. Училась в Гродненском торговом колледже, после чего отработка два года, отработала, после чего ушла к частнику. Отработала участника семь лет, ну и опять вернулась на стези родные. Коллектив, в принципе, у нас дружный, девчонки молодцы, все помогают, все очень дружные, взаимозаменяемые, все профессионалы своего дела. Свои нюансы есть везде, они есть, были и будут, все устраивает со своими сложностями, но все решаемо, жизнь продолжается. Еще многие в торжественной обстановке получили заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма различной ведомственной подчиненности. В концертной части программы виновников торжества поздравили с наступающим праздником коллеги и артисты Сморгонской эстрады. Белорусский Республиканский Союз Молодежи всегда выступал проводником государственной повестки в молодежной среде. Многие проекты организации стали брендом и получили всестороннюю поддержку со стороны органов госуправления. Но время не стоит на месте. Молодежная организация должна быть более гибкой, оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку, отвечать на современные вызовы общества, постоянно совершенствоваться, прозвучала на седьмой районной отчетно-выборной конференции общественного объединения. Молодежь – это важнейший объект национально-государственных интересов, один из главных факторов обеспечения социально-экономического развития страны. Молодежные вопросы являются приоритетами в социальных процессах общества. Это объясняется тем, что именно через молодежь в обществе осуществляется преемственность поколений и связь времен. Сегодня состоится седьмая Сморгонская отчетно-выборная конференция общественного объединения БРСМ. На повестке дня будут рассмотрены вопросы о деятельности районной организации за 2017 июля 2021 года и перспективах дальнейшего развития, об избрании районного комитета, контрольной комиссии и об избрании делегатов на Гродненскую областную конференцию общественного объединения БРСМ. Также об обращении делегатов конференции к молодежи Сморгонского района. После конференции состоится пленум, на котором будет вновь избран первый секретарь Сморгонского районного комитета и обновлен состав рабочего органа бюро. На сегодняшний день районной организации БРСМ насчитывает 1405 человек. Это 56 первичных организаций на предприятиях и в учреждениях образования города и района. За последние пять лет проделана большая работа. С Сморгонским районным комитетом проведена масса мероприятий. Это и гражданско-патриотический проект «Память сердца», «Родное народное», акция «Мы граждане Белоруссии», патриотический трудовой проект «Зимний маршрут», проект «За дело», волонтерское движение «Доброе сердце» и в рамках празднования Дня вышиванки конкурс селфи с вышиванкой и акция «Подарение маулятий вышиванку» и многое другое. Молодежный лидер – это энергичный, инициативный молодой человек, знакомый с проблемами молодежи, способный повести за собой и пробудить в других интересах к делу. Ему характерна доброжелательность, оптимизм, свежий взгляд на события. Он готов принимать решения и брать на себя ответственность. В принципе, можно сказать, что районная организация себя зарекомендовала с положительной стороны. Всегда положительно и хорошо выступают на областных и республиканских уровнях. И волонтеры, и активисты Сморгонского районного комитета всегда на передовых позициях. На сегодняшний момент проходит такая молодежно-патриотическая акция «Молодежный поезд. Беларусь – молодежь единства», где также представители со Сморгонского района, молодежь, принимают участие. Хочется пожелать районному комитету плодотворной работы, не останавливаться на достигнутом. И мы, как областной комитет, всегда рады помочь и даже в некоторых моментах взять пример. Наверное, не случайно мы сегодня здесь встречаемся в зале. И я так понимаю, что это инициатива Центрального комитета БРСМ. В вот этих сложных условиях, которые сложились в республике, определиться с дальнейшим движением молодежной организации. Потому что, наверное, то, что было актуально еще буквально вчера, в новых условиях, оно требует переосмысления новых подходов и определения такой, скажем, стратегической линии. Поэтому вот это идет по всей вертикали. И важно нам тоже посмотреть на то, что у нас сделано, как сделано. Безусловно, что достаточно активно наша организация работает. Молодежь у нас активна, молодежь инициативна. Но вместе с тем всегда есть резервы для роста. И для каждого отдельного и организации в целом. Поэтому я думаю, что сегодня на конференции не только поговорим о тех достижениях, которые есть, но я вот уже и Екатерина Константиновна просил о том, чтобы мы говорили о том, что у нас еще не получается, над чем работать. Я думаю, что вот в этом движении как раз и появляются правильные какие-то пути, правильные мысли. Ну а сегодня здесь собрана наиболее активная часть нашей организации. Поэтому именно ей вести. Ну и я надеюсь, что у нас фактически новый лидер, Екатерина Константиновна совсем недавно возглавляет. Поэтому вот учитывая то, что ее энергия, ее задор и силы всей организации, и это будет новый импульс развития молодежного движения на Сморгольщине. 21 июля в Сморгоне провел прием граждан и прямую телефонную линию депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Свила. К нему обратились несколько человек по поводу отмены автобусных маршрутов, компенсации за облигации Сбербанка СССР. Одна женщина попросила посодействовать в расширении помещения больницы сестринского ухода. Корреспондентом газеты Виктор Збегневич напомнил о значимости принятых законов, о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Парламентская сессия этого года была очень напряженной. Был принят целый большой пакет документов политической важности. Среди них особое место занимает закон о противодействии реабилитации нацизма, о недопущении реабилитации нацизма. К сожалению, так получилось, и об этом говорит статистика, что в определенных кругах нашего общества получили распространение идеи крайне правого толка. И количество административных дел, возбужденных в нашей стране, на протяжении последних лет, трех-пяти, устойчиво нарастает. Статистика это подтверждает. И поэтому, естественным путем, парламент не мог остаться в стороне. И вот этот закон был принят. И уже на сегодняшний день он подписан главой государства. Ранее эти вопросы, относившись к сфере действия закона о противодействии экстремизма, то основная особенность сейчас состоит в том, что вопросы по недопущению реабилитации нацизма выделены в отдельный закон. А законопроект, который рассматривался на сессии, и которым этот вопрос вставился, он внес также изменения в ряд других законов. В частности, закон о противодействии экстремизма был изменен. И внесены некие изменения в уголовные законы, которые регулируют вопросы, сопряженные с экстремизмом. Это очень важный закон. Это очень важные изменения. Если говорить непосредственно о реабилитации нацизма, то здесь развиты и дополнены основные положения, которые раньше были в законе о противодействии экстремизма. В частности, здесь введены и расширены и уточнены понятия. Нацистские преступники, пособники нацистских преступников. Расширена сфера применения понятия экстремистской символики, в которую вошли и символы, и гербы, и знаки, и другие отличительные признаки, другие элементы, атрибутика пособнических организаций, организаций, которые вступали в сотрудничество с нацистскими преступниками. Ну, понятно, что первоисточником в основе этого законопроекта лежат категории и понятия, которые были выработаны международным трибуналом в Нюрнберге в послевоенный период. Именно на эти документы, на эти решения государства опирается в своем законотворчестве наше государство. То есть здесь никаких-то особых инноваций здесь нет, это просто есть нормальный поступательный процесс развития этой темы. И вот то, что сейчас наша страна поднимает вопрос, наша страна в лице генерального прокурора нашей страны поставила вопрос по геноцизму белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, это звенья одной цепи. Это нормальный процесс, который ведет к тому, чтобы наша страна, Республика Беларусь, заняла свое достойное место в европейской семье народов и достойно отстаивала свои позиции. Кроме того, в этом законе противодействия и реабилитации нацизма определяется и уточняется список субъектов, в сферу ведения которых входят вопросы противодействия, развития и реабилитации нацизма. Уточняется перечень мероприятий, направленных на профилактику, пресечение, преодоление вот этих негативных тенденций. Ну и вырабатываются меры, как с этим дальше, как вести эту работу. Закон своевременный, очень нужный, и я надеюсь, что он поставит заслон всем тем негативным попыткам, во-первых, преуменьшить роль и значение победы белорусского народа, советского народа, белорусский народ был составной частью советского народа, в период Великой Отечественной войны, в период Второй мировой войны. И это очень важно для того, чтобы наша страна продолжала устойчиво развиваться, оставаться независимой, суверенной страной. Первая мировая война. Этот гигантский, невиданный до той поры катаклизм обернулся утратой миллионов жизней, падением могущественных империй, становлением новых национальных государств, коренными переменами в системе международных отношений. Сегодня в Сморгонии бережно хранят память о героях и жертвах кровопролитного конфликта. Проводимые мероприятия в память о Первой мировой войне нужно рассматривать как восстановление исторической справедливости. Сегодня Сморгонщина благоустроена зелеными парками и плотным потоком машин. Трудно поверить, что сто лет назад ее называли «мертвым городом». Какие же события оставили такой разительный след в истории Сморгонии? Стать свидетелями героических и трагических эпизодов Первой мировой войны предложили работники Сморгонского историко-краеведческого музея. Для детей и взрослых была организована познавательная анимационная программа «Сохраняя память героической Сморгонии». Приурочена она к 105-летию штурма высоты 72,9 метра. Солдаты Первой мировой называли эту высотку «Золотая горка». Уж очень много жизней она забрала. Заховывая историческую память, мы заховываем героичное минулое Сморгонщины. Мы популяризуем объекты военно-историчной спадщины, сяроды яких уникальный историко-культурный комплекс под открытым небом «Золотая горка» по линии супростояния, упершую сущветную войну 1915-1918 годы. На историко-культурном комплексе собралось много гостей, чтобы вспомнить героический июльский день 1916 года. Работники музея провели ознакомительную экскурсию. У собравшихся была возможность познакомиться с уникальными экспонатами жизни по обе стороны фронта, с личными вещами и предметами культа военного времени. Неожиданностью для посетителей стало появление гостей из прошлого – солдат русской и немецкой армии, реконструкторов из столицы. Сегодня мы своих гостей познайомили с теми подеями, которые отбывались тут 105 годов тому назад, виновата тут на «Золотой горце». Перед гостями выступили солдаты реконструкторные, саперного батальона инженерных войск, которые провели интересный интерактив с гостями. Во время программы прозвучали и факты об одном из самых трудных испытаний для русской армии – немецких газовых атаках, впервые примененных на белорусской земле как раз под Сморгонью летом 1916 года. И рассказы о первом подземном взрыве и о шквальном огне 412 русских орудий. В процессе анимационной экскурсии наведывальники ознайомилися с предметами военного рештонку, солдатского быту, а так само убачили инструменты инженерных войск и форму обмундирования двух армий. Что сказать, ныне Сморгонь, обновляясь с веком наравне, заботится о восстановлении былых ценностей. Мы много раз показывали, как колос за колосом жнут зерновые. А вот как и чем собирают зеленый горошек в промышленных масштабах – еще нет. Белорусское телеграфное агентство побывало в одном из хозяйств Гродненского района на уборке урожая бобовых. Вся собранная ценная культура сразу же отправляется на Гродненский консервный завод. Гродненский консервный завод Гродненский консервный завод Гродненский консервный завод Субтитры подогнал «Симон» На этой неделе жители Сморгонского района отдохнули от жары, поступал свежий воздух с Балтийского моря. Вновь территория района окажется под влиянием антициклона, центр которого с Балтики будет смещаться на европейскую территорию России. Мы окажемся на его теплой периферии, куда с южными ветрами устремится хорошо прогретая воздушная масса с юга Европы и Черного моря. В субботу 24 июля температурный фон в ночные часы составит плюс 14, плюс 16. Есть возможность небольшого кратковременного дождя. Днем без осадков плюс 24, плюс 26. Ветер северный слабый. В воскресенье 25 июля ночью столбики термометров покажут плюс 13, плюс 15. Днем плюс 26, плюс 28. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. В понедельник 26 июля будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 16, плюс 18. Днем воздух прогреется до плюс 27, плюс 29. Ветер юго-восточный умеренный. Во вторник 27 июля к нам приблизится атмосферный фронт с запада. Ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 28, плюс 30. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Грозы, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. А мы будем держать вас в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин